Они самые зашкварные команды, все еще остаются. Привет, друзья, это Егоров. Амкал проиграл на спорте, серия продолжается, и неважно в каких составах, неважно в какое время, неважно в каких турнирах, почему-то на спорте на большом поле сильнее Амкала. Сейчас об этом чуть позже. 2-0! Пока что трещит по швам. И вот почему Амкал проиграл. Очень коротко. Команда наебщиков, которая что только не творила, покупала болельщиков. Итак, первая причина. Как ни крути, это карма. Мы сами с этим сталкивались, когда слишком нафлексили в матче с Амкалом на МКС, а потом в финале произошли некоторые события, и травмы, и другие вещи, которые помешали нам выйти на поле в оптимальном составе. Ну, так вот кармически произошло. Похожие истории с Амкалом. Можете меня критиковать, можете нет, но я считаю, что трансфер Салима посреди сезона, когда ты ослабляешь соперника, это примерно та же кармическая история, как случай с Александром Ковалем, когда он перешел хоть и до сезона, но, тем не менее, из Амкала, точнее, из Тодроц в Амкал. И кармически на Тодроц это также сказалось. Поэтому футбол любит такие вещи, и в каких-то моментах Амкалу не везло, и вы их увидите. Да, еще не нужно забывать тот факт, говоря о карме, что мяч ворота Амкала забил тот самый Гера Петросов, который был на шоу «Хочу в Амкал», прекрасно там играл, и которого не взяли в команду, потому что он был не настолько нужен, насколько команде нужен был рэпер и юморист. Один может защищать команду в Телеграме, интересными постами, другой треками. Это намного важнее, чем футбольное умение Петросова. И логично. Вторая причина. Состав. Ну, давайте посчитаем, сколько пар защитников центрального Амкала сменилось за последнее время. Ну, вообще не будем Саню Фифа трогать, там, Ковали тех же, Джеффов. В последнее время Бара, Сычев. Была пара защитников, прекрасно отыграла прошлая МКС. Потом Бара, Сычев, Дрожук. То есть Дрожук уже начал играть. Новое сочетание. Потом Дрожук, Эрик. Новое сочетание. Либо Эрик, Шурыгин. Новое сочетание. Сейчас Шурыгин, Добне. И плюс ко всему Кузькин, который тоже недавно появился, который любит в атаку бегать. Вот из-за этого, смотрите, первый гол. Нескоординированность. Огромнейшая просто зона между Шурыгином и Кузькиным. Не успевает на подстраховку тот же Добня. Выход 1 на 1. И гол. И таких моментов по ходу матча будет много, когда на спорте получают возможность именно выходить 1 на 1. Так что банальная несыгранность. Но прежде чем перейти к следующей причине, напомню, что ставка лучше всего делать на Бэтбум. Это лучший букмекер по версии премии спорта России. Ссылка в закрепленном комментарии. Как всегда, акция. Если вы ставите на матчи РПЛ, и ваша команда ведет с разницей в 2 мяча, то ставка автоматически засчитывается как выигрышная. Ставьте на Бэтбум вместе со мной. Ссылка в закрепленном комментарии. Мы к следующей причине. Третья причина. ПА-КА-ЗУ-ХА. Это тоже мы относим как раз к первому раунду, где проговорилось про некую каму. Но здесь вот показушность. А показушность это выход на поле в судейских майках. Мол, мы такие хорошие, мы поддерживаем всех судей. Но если чуть-чуть открутить ситуацию буквально на пару недель, пару-тройку недель назад, когда чуть ли не напрямую судья матча со звездой обвинялся в том, что он заработал с этого матча какие-то средства, а потом в том же числе там всякие вот эти ГДК, судейские комитеты обвинялись в том, что они там не очень хорошие люди. Ну, странно это выглядит. Хотя в этом матче после, ну, такого прекрасного представления судья поставил пенальти в ворота на спорте. Одно чистейший, чистейший момент был с пенальти. Но два эпизода лично у меня вызывают удивление. Первый эпизод, когда на спорте мог делать счет 2-0, и судья вообще непонятно, почему свистнул после удара головой дуба, потому что здесь никто, ну, по факту, особо моментка не мешает. Там человек просто выпрыгивает вверх, он не делает даже шага в сторону Сани. Тем не менее, Реф свистит, и, ну, там, футболисты попадают в спину, но, тем не менее, может быть, Варт показал бы, что ничего не было, но, тем не менее, результат таков. И еще один момент, который меня чуть-чуть удивил, это назначение пенальти, потому что второго, потому что чужой там остановился, и защитник не вот так вот толкал вперед, а он скорее тормозился и вот так вот убирал руки, после чего чужой упал. Для меня это момент 50 на 50, Игорь Федотов сказал, что пенальти не было, но, тем не менее, судья назначил, и Амкал забил мяч. Четвертый фактор поражения Амкала, ну, банальное невезение, ну, хорошо, мы там что-то кармическое говорим, но, тем не менее, не везло Амкалу. Ну, невезение, это когда Алексей Гасилин разбегается, бьет в угол с пенальти. Ну, всем понятно, в принципе, что он в тот угол будет бить, но перед ударом у него щелкает привод, и это не гол. Еще несколько хороших моментов было у Амкала, когда чужой попадал в штангу, и Шурыгин добивал пяткой, там тоже не фартанул, и был еще как минимум один стопроцентный момент в первом тайме, когда Амкалу не повезло. Но справедливости ради, на спорте не везло тоже, напомним как раз удар головой, когда был Винесин мяч с линии, и во втором тайме, когда счет мог становиться уже 3-0. И еще один момент был, когда мистер Дуб, выходя один на один, это мы говорили в первом случае не из-за несыгранности обороны, промахнулся. Ну и, наконец, пятая причина. Сейчас вообще сложно понять, каков Амкал, какой он настоящий, потому что, если открыть комментарий в телеге у Германа, там его хейтят, одни говорят, точнее уже никто не говорит, давай медийный, все требуют иглоков РПЛ, игроков РПЛ, игроков РПЛ. И вроде вот до дня, он вроде был где-то под РПЛ, картридж тоже играл в РПЛ, но, видимо, хочется еще, хотя и так состав у Амкала очень даже неплохой. Но вот он пока непонятный, не сыгранный, непонятно, когда должны выходить вот эти медийные ребята. Поэтому я думаю, что сейчас в Амкале не понимают, какой вектор нужный, и особенно учитывая, что тот же Вася постоянно говорит, там, я не хочу играть. Вот пять поражений Амкала на спорте, при том, что на спорте сильная команда, два скальпа уже сняты, это скальп Реалити, скальп Амкала, ну и хорошо, что броуки на спорте обыграют. Так что завтра предлагаю всем болеть за броуков матчей с Бей-Беги и верить в то, что мы молодцы. Это был Егоров. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова